Всем привет! Вы на YouTube-канале Комфи годно о технике. Наверняка вы в курсе, что компания Samsung обновила свою ринейку Note. Причем сразу двумя смартфонами, Note 10 Plus и Note 10. Но вы знаете, записывать отдельный обзор на этот счет мне показалось как-то немножечко банально, поэтому я решил записать для вас более полезное видео, в рамках которого мы сравним Galaxy Note 10 Plus, Note 9 и Galaxy S10 Plus. И я наконец-то отвечу на вопрос, чем, во-первых, старший брат отличается от младших и стоит ли на него обновляться. Понеслась. По традиции начнем с внешнего вида. И даже несмотря на то, что дизайн это вещь сугубо субъективная, сложно не согласиться с тем, что Note 10 выглядит просто охренительно, дорого и стильно. И я даже рад тому, что компания решила сделать этот смартфон более угловатым, так как это помогает визуально отделить его от линейки S. Но узкие рамки вокруг дисплея выглядят просто шикарно. Качество сборки тоже на самом высшем уровне, впрочем, как и у Galaxy S10 Plus и Note 9. В этом плане флагманы Samsung упрекнуть никак нельзя. А вот за что в последнее время все, кому не лень, ругали компанию, так это за клавишу голосового ассистента Bixby. Кто бы что ни говорил и как бы не пытался отмазать компанию Samsung, но эта кнопка здесь лишняя, ну она мешает. В случае с моделью Note 10 Plus инженеры нашли интересное, хоть и довольно спорное решение. Объединить эту кнопку с клавишей включения. Все это дело без труда настраивается, поэтому в принципе это можно считать решением. В итоге правая грань смартфона теперь совсем пустая, а все клавиши скучковались с левой стороны. По своим габаритам Note 10 Plus практически идентичен Note 9. Последний совсем немного уже, но на практике это незаметно. Если моделью S10 Plus еще можно было попробовать пользоваться одной рукой, то вот с ноутами такой номер не прокатит. Для управления придется задействовать обе руки, иначе вы рискуете уронить аппарат. Ну и конечно же я никак не мог пройти мимо того факта, что у новинки нет аудиоджека. Samsung без аудиоджека. Если верить СМИ, то его отдали в жертву дополнителем 100 мАч аккумулятора. Я на самом деле сомневаюсь, что так и было, но бомбить по этому поводу я точно не буду, потому что его уже все равно не вернешь. Ну и камон, в конце лета 2019 года флагман от Samsung без аудиоджека, да многие среднебюджетные устройства выпускают уже без него. Поэтому, ну как бы, окей. По мультимедийным динамикам здесь ситуация следующая. Основной находится на нижнем торце смартфона. А второй, который по совместительству выполняет роль еще и разговорного динамика, расположен где-то глубоко под экраном. Но звук от него выводится наверх в маленькую щель между рамкой и стеклом. Несмотря на столь малый размер этой прорези, звук получился громкий и качественный. Напомню, что я за это хвалил и Galaxy S10+, и Galaxy Note 9. Так вот, Note 10 Plus стал играть еще на более высоком уровне. А за счет того, что звуки резонируют внутри корпуса, создается такая интересная вибрация, которая усиливает эффект присутствия при просмотре видео. Ко всему этому немалую роль играет функция Dolby Atmos, которую я настоятельно рекомендую всегда держать включенной. Так как она делает звук еще более качественным. Конечно же, так как это линейка Note, то у смартфона есть фирменный стилус, который обновляется из года в год и получает различные нововведения. Правда, в этот раз обошлись без революции. По сравнению с таковым у Note 9, новому стилусу просто увеличили встроенную батарею. А также добавили акселерометр и гироскоп для распознавания жестов. Но об этом чуть позже. И кстати, несмотря на наличие стилуса, смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Поэтому любители совершать дальнее плавание в своей домашней ванне могут без опаски брать аппарат с собой. Вот за что я всегда хвалю смартфоны от компании Samsung, так это за их дисплей. Особенно во флагманах. И Note 10 Plus не стал исключением. Новинка получила огромный экран диагональю 6,8 дюймов. С привычным для этой линейки разрешением Quad HD+. Сама матрица просто высочайшего уровня с отличной калибровкой. Как всегда, отменная контрастность, огромный запас насыщенности. И что больше всего бросается в глаза, невероятно высокая яркость, которая выше, чем у Note 9 и не меньше, чем у S10+. А еще компания пересмотрела свои взгляды на расположение фронтальной камеры. Вместо овала в правом углу экрана, как у S10+, в этот раз вырез расположен прямо посередине. Причем Samsung даже не пытается скрыть его какими-нибудь хитрыми обоями. Стало ли лучше? Я на самом деле не знаю. Этот вопрос довольно субъективный. Лично меня все вот эти вот вырезы, они не особо напрягают. Но если, допустим, вас напрягает, тогда лучше посмотреть в сторону Galaxy Note 9. Здесь все выполнено в более классическом стиле. И консервативные покупатели, ну, будут в восторге. Еще одно сходство новинки с S10+, это ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Который работает в точности так же, как и на десятке. По сравнению с Note 9, это вообще небо и земля. Потому что на девятке тянуться к сканер отпечатков пальцев было чудовищно неудобно. Поговорим о начинке устройств. За работу Galaxy Note 10+, отвечает фирменный процессор Exynos 9825. И если откровенно, по производительности он недалеко ушел от Exynos 9820, который установлен в Galaxy S10+. И это на самом деле меня не удивляет. Так как даже прошлогодний Note 9 по сей день все еще остается довольно мощным устройством. Что же говорить о Galaxy S10+. Впрочем, небольшая разница в производительности все равно есть. Но если честно, ее можно заметить только в особо требовательных играх. Еще один довольно важный момент. Galaxy S10+, имеет вариант на 12 гигабайт оперативной памяти. И это очень круто, если учесть, что Samsung One UI действительно умеет обращаться с оперативкой. Также у новинки апгрейднули версию памяти с UFS 2.1 на более быстрый UFS 3.0. И это тоже очень приятное обновление. И раз уж я минуту назад затронул вопрос энергопотребления, давайте как более детально раскроем вопрос времени автономной работы смартфонов. Напомню, что Samsung Galaxy Note 9 звезд с неба не хватал. И при средней нагрузке мне хватало его на один рабочий день. Модель S10+, проявляет себя немного лучше. Его я заряжал приблизительно раз в полтора-два дня. Ну а сухая емкость аккумулятора Note 10+, на бумаге подросла аж до 4300 мАч. Но живет смартфон приблизительно столько же, сколько и Galaxy S10+. И раз уж пошла такая пьянка, давайте-ка рассмотрим и технологию быстрой зарядки. Все-таки эти два момента, они довольно взаимосвязаны. Новинка поддерживает быструю зарядку вплоть до 45 Вт, что значительно больше, чем те же S10+, и Note 9. Но в комплекте со смартфоном идет блочок всего на 25 Вт, что хоть и лучше, чем у предшественников, но все же почти в два раза меньше, чем хотелось бы. Как по мне, это самое что ни на есть скупердейство. Особенно если учитывать тот факт, что Galaxy Note 10+, это один из самых дорогих смартфонов на рынке. На мой взгляд, в этом плане Samsung берет пример с невероятно алчной компанией Apple. Те вообще жлобы, о них я говорить не хочу. А вот мощность беспроводной зарядки осталась прежней и составляет 9 Вт. Зато появилась функция реверсивной зарядки, как у S10+. То есть от смартфона можно зарядить какое-нибудь другое устройство с беспроводной зарядкой, например, наушники. По программной части смартфоны практически идентичны. Везде установлен фирменный интерфейс One UI. Единственный нюанс, в линейке Note есть инструменты для работы с пером. Например, в Note 10+, помимо управления жестами, добавили еще специальный AR-режим, в котором с помощью стилуса можно дорисовать людям различные элементы, такие как очки, усы и тому подобное. А еще в очередной раз прокачали заметки, благодаря чему рукописный ввод теперь считывается как обычный текст и отображается в поиске. Предлагаю перейти к финальному и самому интересному пункту нашего сравнения. Камерам. Вдаваться в технические моменты камер я не буду, ну потому что это интересно, многим непонятно, поэтому давайте-ка я сразу перейду к ключевым моментам. В техническом плане Note 10+, отличается от старичка Note 9 наличием сверхширокоугольного модуля, а от S10+, с дополнительным сенсором глубины резкости. На практике, как Note 9, так и S10+, не сильно отстают по качеству снимков от Note 10+. Разницу можно заметить только при очень детальном сравнении. Так, например, при недостаточной освещенности у Note 9 чуть слабее динамический диапазон и не самая точная цветопередача. Что касается S10+, на одном из снимков он почему-то проиграл в детализацию. Но все это мелочи. По видеосъемке все так же плюс-минус одинаково. Разве что в сравнении с Note 9 у новинок заметно прокачали стабилизацию, и теперь картинка стала ощутимо более плавной. В общем, если говорить откровенно, то Note 10+, и Galaxy S10+, фотографируют плюс-минус на одном и том же уровне. Разница практически незаметна. Можно было бы сказать, что Note 9 немножечко уступает, но, ребят, камон, большинство людей не будут делать светодиодкропы на экранах, вот чем занимаемся мы. Поэтому разницы с этим смартфоном они тоже не заметят. Ну что же, думаю, теперь самое время ответить на главный вопрос нашего видоса. Стоит ли переплачивать свои кровно заработанные за дорогущий Galaxy Note 10+, или стоит немножечко сэкономить и купить прошлогодний Galaxy Note 9, либо же обратить внимание на Galaxy S10+. Моё мнение таково. Если вы сейчас пользуетесь, условно говоря, Galaxy Note 3, при этом так и не можете выбрать момент, когда же обновиться, и вам крайне важно иметь стилус, то имеет смысл не пускаться во все тяжкие. Немного сэкономить и взять себе Galaxy Note 9. Переход от старичка к флагману прошлого года будет ощущаться для вас сумасшедшим прыжком в будущее. Вам понравится этот смартфон, это точно. Если же стилус вам не слишком важен, в таком случае Galaxy S10+, станет для вас просто идеальным вариантом. Это самый настоящий флагман, который даже с появлением Note 10+, ничуть не утратил свою актуальность. Но если вы хотите получить абсолютный максимум без оглядки на стоимость, тогда скажите мне, пожалуйста, зачем вам вообще мой совет? Вы и так знаете, что делать. Ребят, на этом всё. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео со своими друзьями, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал Комфи Годна О Технике. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.